Весна – время большой воды. В это время городской водоканал всегда переходит на усиленный режим очистки. Сегодня вода из-под крана в Рязани уже больше, чем наполовину из артезианских скважин. За качеством следят ежедневно. Если есть обращения от жителей, то вопрос все-таки больше к внутридомовым сетям. У нас жалобы от потребителей было из центра города. Это улица Вознесенская. У нас с улицы Касимовское шоссе, с улицы Кольная. Со всеми потребителями была проведена работа, и всем им даны ответы по качеству воды. Этот период особый, и у нас контроль качества воды по микробиологическим показателям, по химическим показателям, по сравнению с обычным периодом, увеличен вдвое. На Окском водозаборе масштабную работу провели еще в прошлом году. Для улучшения качества здесь уже пробурили три дополнительные скважины, стоимость проекта около 40 миллионов рублей. Речной воды в трубах сегодня уже не больше трети, но это еще не все. В этом году из федерального бюджета с помощью правительства области города выделяется 130 миллионов рублей на улучшение водоподготовки. У нас будет строиться станция ультрафиолетового облучения, чтобы улучшить обеззараживание, сократить химореагенты, туда хлор и так далее. К этому проекту приступят, мы рассчитываем, конец мая, начало июня. В этом году этот объект будет и введен. Это дополнительно, то есть получит барьерную роль очистки, подготовки питьевой воды. И на этом водоканале останавливаться не намерены. Здесь уже готовят документы на разработку проектно-сметной документации, на технический перевод Окского водозабора, исключительно на подземные источники. С этим проектом власти рассчитывают войти в одну из федеральных программ. Сумма инвестиций примерно полмиллиарда. Примерные сроки 2-3 года. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».